Ну вот, Рахель Альтерман, она выпустила даже такой отчет, книжку о юридических аспектах вот этих больших домов, потому что расходы большие, и как их разделить между жильцами, так чтобы не было конфликтов, это тоже большой-большой очень открытый вопрос. И красивая иллюстрация к этой книжке, она показывает вот такие грустные немного дома-башни, а рядом с ними более жизнерадостные дома обычной высотности. Основной мотив, как я уже сказал, население Израиля растет. И вот Рахель Альтерман указывает, что дома-башни, они позволяют плотность достройки 60-70 квартир на Дунам. Дунам – это тысяча квадратных метров, это квадрат, грубо говоря, 32 на 32 метра. Тогда как если мы застроим обычной застройкой от 4 до 9 этажей, получится 20-25 квартир на Дунам. Ну, население Израиля растет. Давайте подумаем, а действительно ли нужна нам такая плотная застройка. Известна общая площадь земли всей территории Израиля. Около 22 тысяч квадратных километров, либо 22 миллиона в Дунаму. Сегодня в Израиле застроено порядка 5% территории. Причем далеко не вся застройка, она плотная. Если вы поедете по стране, увидите во многих местах, между прочим, включая Иерусалим, более периферийные районы, довольно свободно застроить. Вот представьте себе, что вместо 5% страна развивается, и мы решили, что 9% территории мы выделим под застройку. Ну, а остальное останется уже под поля, леса и так далее. Простой арифметический подсчет говорит, что 9% – это 2 миллиона Дунамов. И при средней такой застройке мы имеем 20-25 квартир на Дунам. Таким образом мы получим 40-50 миллионов квартир. Ну, а население Российской Федерации можно поместить в такую площадь. Явно видно, что если строить рационально, вполне-вполне мы можем обойти без домов башен. И я полностью присоединяюсь к мнению профессора Альтерман, что стоит смотреть на альтернативные пути. Тем не менее, центральная наша тема – это обновление жилого фонда Израиля с тем, чтобы устойчивость к землетрясениям повысить. Представьте, что мы будем вести пину и бину и замену старых зданий на новых домах восьми-девятиэтажными. Какое преимущество таких домов? Они требуют только одного лифта. Прежде всего, и такого относительно маленького. Относительно маленького. Потому что, ну, в крайнем случае, уже можно спуститься с восьмого или девятого этажа вниз. Если даже лифт остановился, конечно, такие случаи должны быть редкими. И, между прочим, даже если приехала новая мебель, то сегодня в Израиле есть уже такие машины. Они, ну, грубо говоря, такая штанга телескопическая с площадкой. Туда кладут шкафы, диваны и так далее. И поднимают к балкону или к окну квартиры до девятого этажа. Такая машина вполне может работать. Так что можно даже и без грузового лифта обходиться. В случае пожара, конечно же, эвакуация намного более простая. И внутренним путем, и пожарная машина может подъехать и эвакуировать людей из горящих квартир. А кроме того, просто доступ для тушения пожара. Это тоже важнейшая вещь. А также различный технический доступ для обслуживания зданий снаружи. И вот в частности, когда мы говорим о зеленых домах, где обильная растительность на балконе, вот то, что делается в тех проектах, которых я вам показывал, там обслуживание, садовое обслуживание этих балконов берет на себя муниципалитет. И внешний доступ к этим садовым балконам, он, конечно, намного легче в таких менее высоких домах. В Израиле есть еще одна очень важная особенность. Религиозные евреи, они не могут пользоваться лифтом в шаббат. Есть особые шаббатные лифты, которые автоматически постоянно ездят с этажа на этаж без перерыва, останавливаясь на каждом этаже. Но эти лифты весьма проблематичны. Во-первых, это большой перерасход и энергии, и механический износ. Потому что такой лифт должен 24 часа находиться в постоянном движении. А помимо того, есть многие религиозные люди, говорят, что в этих лифтах все равно сенсорные датчики, лазерные и так далее. То есть человек своим перемещением, он переключает электрическую цепь, и поэтому старается избегать таких зданий. А вот здания, скажем, до восьми этажей, они вполне доступны. Там семьи помоложе, они могут сверху спускаться. Те, кто постарше, могут на более низких этажах располагаться. Есть еще одна важная проблема, когда мы делаем пинуй-бинуй. Мы хотим, чтобы подрядчик имел в два, желательно в три раза больше квартир, чем в доме, который он заменяет, и так далее. У него при продаже квартир образуется достаточно средств, чтобы компенсировать все расходы. И с этой точки зрения высокие дома, они как бы наиболее удобно. Строятся эти 20-этажные дома, еще лучше 30-этажные. Пожалуйста. А какой же выход из положения здесь? Ну, прежде всего, замена, например, трехэтажного дома на девятиэтажный. Уже утраивает количество квартир. Кроме того, в Израиле подавляющее количество домов одноподъездные. Если вместо них поставить двух-трех подъездный дом, то плотность достройки, она за счет этого возрастет. Нет промежутка между строениями. И можно домами умеренной высоты вполне увеличить количество квартир до требуемого. Если есть места, где и это недостаточно, то возможны варианты, о которых уже и сегодня правительство думает о том, чтобы подрядчикам в таких ситуациях выделять еще и дополнительный участок для новой застройки. Может, желательно, в том районе, в котором пользуются повышенным спросом, цены на квартиры относительно высокие. И таким образом он в комплексе может вполне надеяться вернуть себе затраченные средства. Продолжение следует...